Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения Силы Вороны отбили более ста вражеских атак на указанных направлениях. Российская Федерация использует тактику террора, неизбирательно обстреливая населенные пункты, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права. За минувшие сутки противник нанес 5 ракетных ударов, в том числе и по объектам гражданской инфраструктуры Сумской и Донецкой областей. Есть погибшие и раненые мирные граждане. Но тут надо добавить, что сегодняшний день отличался целый день сегодня воздушной тревоги. Одна звучит, только не успеет прозвучать отбой одной воздушной тревоги, тут же начинается следующая воздушная тревога. Российская авиация очень активна в воздухе, и МиГи-31, и Су-24, кстати, были пуски ракет по Одессе. Но, слава Богу, наше ПВО работает, все ракеты были сбиты на подлете к нашему побережью. Работала наша ПВО. Единственное, я так понимаю, что достать российские самолеты у нас возможности не было. Которые залетали с акватории и пытались обстреливать Одессу и Одесскую область с акватории Черного моря. Также враг нанес 35 авиационных ударов, в том числе и те, которые я сказал, и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Продолжаются работы по инженерному оборудованию позиций в приграничных районах на вражеской территории. Это Белгородская область. Продолжают они рыть окопы, ставить бетонные надолбы, или как их там называют уже, зубы дракона. То есть они собираются обороняться. Непонятно от кого, но они собираются обороняться. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. На Купинском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск, то есть ведет атакующие действия, но они все не имеют успеха. Как вывод за прошедшие сутки можно сказать, что на Купинском и Лиманском направлениях противник ввел безуспешные наступательные действия. На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город. Ситуация в Бахмуте остается тяжелой и усугубляется за счет продвижения врага с юга, где присутствует частный сектор, легко разбирающийся артиллерии противника. То есть российская артиллерия просто берет по отдельному, по одному дому и сносит его с лица земли. Соответственно обороняться нашим войскам становится негде и таким образом они отходят. Глядя на ситуацию в Бахмуте, снарядного голода у оккупантов на сегодняшний день нету. Именно в Бахмуте. Я так понимаю, что туда стянута большая часть артиллерии и естественно все снаряды предоставляются именно на штурм Бахмута. На Авдеевском, Маринском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия. Продолжаются бои в районе Каменки. Очередные неудачные атаки враг произвел в районе Северного и Невельского. У последнего, у Невельского, оккупанты потеряли еще и немало техники. То есть там попытка была атаки на броне. Естественно мы эту броню всю пожгли. Заборожско-Херсонское направление. Противник ведет оборону, наращивает ее в инженерном отношении. Обстрелом подверглись со стороны противника районы более 50 населенных пунктов недалеко от линии соприкосновения. Ну на глубину досягаемости артиллерии расистских войск. В течение суток наша авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 5 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника. Три склада боеприпасов, четыре средства радиоэлектронной борьбы захватчиков тоже были уничтожены ракетными войсками и артиллерией наших сил обороны. Всего за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 740 российских захватчиков, уничтожили порядка 10 танков, 15 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 2 реактивных системы залпового огня, 1 средство ПВО, 11 беспилотников оперативно-тактического уровня, сегодня в эти сутки был большой урожай, 13 автомобилей и 5 единиц специальной техники. На данное время, на сегодняшнее утро и в данное время, с обстановкой не изменилось, в Черном море находится один ракетоноситель с ракетами «Калибр», залп которого может составить 4 ракеты. Вот такая военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну а теперь поговорим немножко о военно-политической обстановке в Украине и вокруг нашей страны. Надо отметить, что подготовка наших солдат идет полным ходом в разных странах, партнерах, и на сегодняшний день, на этой неделе, 10 наших экипажей, это рота полноценная, завершают обучение на танках «Леопард-2А» версии А4 в Испании. Так что четырехнедельная подготовка в учебном центре вблизи города Сарагоса в виде технико-тактического инструктажа и выполнения задач по обслуживанию подходит к завершению. Так что в ближайшем конце этой недели мы получаем 10 полноценных подготовленных экипажей для танков «Леопард-2» версии А4. Не отстает от Испании и Германии обучение наших военнослужащих, прибывших в Германию для прохождения оперативной подготовки на боевом танке «Леопард-2» близится к завершению, сообщает немецкая пресса. То же самое, то есть, как мы и предполагали, что конец марта, начало апреля мы начинаем получать подготовленных специалистов, мы начинаем и они же, они продолжают учить наших бойцов здесь, то есть они становятся на первый, на некоторый период как инструкторы и они помогают принимать, прибывает техника, они помогают эту технику осваивать и ставить ее в строй подразделения. Ну, Верховная Рада Украины проявила инициативу и там зарегистрирован проект постановления Верховной Рады Украины об определении существующего в Российской Федерации политического режима. Давно назрел этот вопрос и Верховная Рада Украины своим постановлением предлагает называть этот режим расшизм. Российский фашизм и осуждение его идеологических устоев и общественных практик как тоталитарных и людоносных. Вот такое вот постановление, кстати, уже термин расшизм даже появился в словаре электронном. И по данным постановлениям народные депутаты Украины признают расшизм как идеологию, лежащую в основе государственной политики Российской Федерации и режима Путина. Это не нацизм и не фашизм, давно и навсегда оставшийся в 20 веке. И пора уже перестать смешивать эти понятия с Московией, имеется в виду нацизм и фашизм. Рашисты являются прямыми потомками коммунизма, которые самой сущностью и прямым текстом заявляют об этом всему миру. Пока люди не видят флаги с серпом и молотом на танках и оккупированных городах и селах, советские шевроны, заявление и характер действий советской идеологии у каждого под носом оживает красная зараза. Ну, кстати, вот так написано в пояснительной записке. Кстати, скажу так, что вспомните, именно с красным флагом они начинали вторжение. Красный флаг, серп и молот, красная звезда. И именно под такой идеологией они и начинали это массированное вторжение российских войск в Украину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова